Как не потеряться в лесу? Это название темы, которую мы будем прямо сейчас обсуждать с нашим гостем. Это Наталья Пенькова, начальник отдела уголовного розыска Краевой полиции. Доброе утро! Доброе утро! Тема действительно серьезная, и давайте начнем со статистики, с цифр. Какая вообще ситуация? Действительно люди теряются? Если сравнивать, допустим, прошлый год и этот, какая динамика? Ну, если мы будем говорить о статистике, то всего за прошлый год в лесных массивах потерялось 138 человек. Это в абсолютных цифрах. Они находятся по статистике 8-9%. Если мы будем говорить про мае прошлого и этого года, то в прошлом году 20 человек у нас пропало. Да, остается неустановленным 1 в этом году. На удивление, всего было 6. Все найдены живыми, здоровыми. Спасибо о плохой погоде за это. А, ты думаешь, и за это не пошли в лес? Чуть позже весна, чуть позже пошли в лес. Ну, конечно. У нас же лесные уходы связаны с началом сбора черемши, потом начинаются ягоды, дикоросы, заканчивается все грибами. Поэтому, да, скорее всего, связано именно с погодными условиями. А с чем связано тем, что теряются? То есть они так увлекаются сбором грибов и черемши, что забывают путь домой? Ну, к сожалению, тех, кого мы не нашли, мы не можем узнать этот вопрос. А тех, которых вывели, либо те, которые вышли самостоятельно, то, ну, конечно, это дезориентация в лесном массиве. Что нужно с собой взять для того, чтобы подготовиться заранее к такой ситуации? Потому что, отправляясь в лес, как бы ты не был уверен в своих способностях находить правильный ориентир, случится это может с каждым? Очень правильный вопрос. И, скорее всего, я начну с тех категорий, которые у нас, собственно, теряются. Вот у нас люди, ну, скажем так, условно, поделим их на две категории. Это те, которые в лесу вообще не ориентируются, вообще случайным образом оказались каким-то случаем первый раз и абсолютно не собирались. Вот таким людям, ну, не нужно доходить, это прям не их история, прям оставайтесь дома и купите эти же грибы и ягоды, я не знаю, там, на рынке. Вот, если все-таки непреодолимое желание тянет вас в лес и вы там ориентируетесь и готовы остаться на ночь, это очень важно, то действительно стоит подготовиться. Ну, это не какая-то подготовка, там, изучение литературы или там что-то такое заоблачное, это элементарные вещи. То есть обязательно нужно предупредить кого-то, куда вы идете, и время контрольного выхода. Ну, что я имею в виду? Нужно сказать, обозначить время, после которого родственникам необходимо суетиться, волноваться и делать соответствующие заявления в полицию. Кроме этого, нужно собрать с собой необходимые вещи. Я сейчас не говорю про продукты питания. Самое главное, это медикаменты, если у вас есть какое-то заболевание, это вода. И очень важно, это сотовая связь и пауэрбанк. Вот компас, если вы им не умеете пользоваться, выложите прямо сразу, как бы посмотрите на него, обрадуйтесь и не берите, потому что, ну, вот он вас только спутает на самом деле. Почему сотовая связь, я говорю о сотовой связи и пауэрбанке? Ошибочно думать, что там, где сотовая связь не ловит, там мы не сможем оказать вам помощь. Это не так. То есть служба 112 работает даже в той местности, где нет покрытия сотовой связи. Заблудившись в лесу, 112 вы можете набрать всегда. И 112 тоже вас в обратную сторону будет набирать. То есть, если вы заблудились, вы набираете 112 и далее четко следуете инструкциям специально обученного сотрудника, который будет вас выводить. Вот, кстати, про инструкцию, что делать, если ты понял, что назад дороги нет, ты эту дорогу найти не можешь. Первое. Если есть телефон, звонишь. Если телефона нет. Первое. Если ты потерялся, нужно сесть и успокоиться. Не достаем ни телефона, ничего. Самое главное правило – сесть, успокоиться и обдумать ситуацию, что вообще происходит. Ну, буду жить здесь. Да, если ты понимаешь, что действительно заблудился, уже темнеет, выйти ты уже самостоятельно не сможешь, то первое – это, конечно, принять все меры к сообщению о том, что ты пропал. Хороший расклад. Ты дозвонился на 112, посмотрел, сколько у тебя заряда на батарее, ты понимаешь, что у тебя заряда хватает для того, чтобы к тебе пришли. То есть, в игрушки не играем, никому не отвечаем, если доступна сотовая связь, отвечаем только на 112. 112 позвонили, далее там человек будет задавать правильные вопросы, которые связаны с ориентацией. То есть, мы не только по геолокации выходим, человек спрашивает, как заходили, какие были ориентиры. На карте ориентируются, потому что иногда даже без сотовой связи мы приходим к тому месту, где на самом деле человек находится. Для человека лес – это такая большая зона, где ничего не понятно. На самом деле, человек, который обладает топографией, да, конечно, ему все понятно, куда и где кого вывезти. Если, допустим, у вас нет сотовой связи, ну, так случилось, да, либо вы не можете никуда дозвониться, садимся и планируем свою ночевку. Звучит не очень, но как бы это нужно сделать. То есть, оборудую место для того, чтобы переночевать, это, возможно, дождь, возможно, ветер, то есть, делаем себе какое-то место для ночевки, собираем теплые вещи и разводим костер для того, чтобы согреться. Вот еще одно из немаловажных вещей я пропустила в самом начале. Необходимо взять не спички, уже прям прошлый век, зажигалки лучше две. Во-первых, костер нас обогреет, во-вторых, подаст сигналы. Так проще найти. Ошибочно думать, что с воздуха человека видно, как он ходит, кричит и даже какие-то фразы машет рукой. Ну, прям неправда. Единственное, по каким приметам можно узнать, это дым. Прям огромный, если будет стоять столб дыма, да, его, конечно, мы увидим. Ну и, собственно говоря, зверь по мне подойдет. Алгоритм понятен. Есть ли алгоритм действий для тех людей, у которых кто-то заблудился? Если как раз, ты знаешь, в контрольное время человек не вышел, дозвониться ты не можешь, и тоже можно поймать такую легкую панику и ступора. Что делать-то? А куда бежать? Всегда нужно успокоиться и обдумать ситуацию. Всегда, в любом случае, даже это не связано с исчезновением. Не нужно ничего ждать. Нужно неотложно позвонить в полицию 112, неважно, хоть в пожарку. Если ты уж так взволновался, что не понимаешь, куда позвонить. В любом случае, наши все смежные службы знают, куда и кому вывезти. Переадресуют, да? Переадресуют, да. Сотрудники выйдут на родственников, соберут необходимую информацию и выдвинутся на поисковое мероприятие. То есть это значит, что после поступления к вам сигнала, скажем так, о том, что не можем найти человека, какие действия следуют? То есть выдвигается группа какая-то поисковая? Со стороны сотрудников полиции формируется группа поисковая, куда входят сотрудники МЧС, обязательно волонтеры. Потому что волонтеры у нас на самом деле специально обучены работе в лесу. У нас есть такая программа «Лес на связи», то есть у нас даже волонтеры выводят потерявшихся. Все, группа выдвигается. И если это ночные поиски, это значит, что у нас шумовые и световые приспособления. Если все-таки мы уже работаем опять под утро, то сплошной полосой идет поиск, ну, в зависимости от того, где и в какой местности пропал, и кто это, ребенок или взрослый. До сих пор сохраняется миф о том, что нужно ждать какое-то время, если пропал взрослый, трое суток не прошло, даже что вы нам звоните и все остальное. Очень часто люди не обращаются своевременно, боясь какой-то негативной реакции на это. Это же миф? Это прям правда миф. Это прям абсолютно правдый миф. Не нужно ничего ждать. Вот нужно идти тогда, когда вам кажется, что нужна помощь родственнику. Примем заявление. Найдется живой, здоровый, слава богу. Закроем заявление. Вообще проблем никаких нет. Ну, не надо ничего ждать. Иногда, на самом деле, промедление, оно может стоить жизни. Учитывайте эти рекомендации, если отправляетесь в лес. Если ваши близкие любят ходить за какими-нибудь дикоросами, собирать черемшу, знайте, что нужно обращаться сразу, как только вы поняли, что что-то пошло не так, и он не вернулся вовремя. Даже если задержка на час или два, этот час, правда, может стоить кому-то жизни. Будьте здоровы, берегите себя и будьте аккуратны в лесу.